Привет! Это Ребуарно. Как-то недавно мы с вами смотрели первый-31 эпизод с Кибиди Туалетов, и я там абсолютно не понял, о чём вообще эти ролики. Короче, сюжета я там вообще не догнал. Мне огромное количество людей предлагало посмотреть ролик с канала Фордл, называется «Этот город обречён с Кибиди Туалетов». И я подумал, а почему бы не глянуть сначала его, а потом уже посмотреть продолжение самого вот этого мини, так сказать, сериальчика, потому что на данный момент, вот когда я записываю этот видос, уже вышел 50-й, по-моему, эпизод. И мы с вами их обязательно глянем с 31-го, ну, наверное, даже с 30-го до 50-го обязательно с вами посмотрим эпизоды. Но сначала я хочу посмотреть ролик у Фордла, надеюсь, мне этот видос как-то объяснит, что происходит вообще в этой странной вселенной. Короче, давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Возможно, вы видели странные шортсы... Да, я это видел. ...под названием «Скибиди Туалет». Да. Я никогда не понял, для меня это было прям мега странно, непонятно и кринжово. Автором данных видео является «Дафакбум», также известный как «Блу Грей». Многим он известен как создатель смешных SFM-анимаций. В начале года он стал делать короткие ролики с его фирменным абсурдным стилем. А чуть позже стали выходить ролики с одной и той же тематикой «Скибиди Туалета». На данный момент их вышло уже более 30. Некоторые из них являются спин-оффами. Поначалу... Спин-оффами? Типа, ну, ответвлениями, на самом деле, да? Я не придал данным видео большого значения, но пересмотрев их, я понял, что тут есть очень много интересного. Да ничего там неинтересного я, по крайней мере, не заметил. Это какая-то абсурдная, непонятная фигня. Хотя мне много людей объясняло то, что там есть свой сюжет, там есть своя вселенная. Ты просто, ой, его не видишь. Возможно. Но мне кажется, это вообще какая-то вещь. Так что, давайте же разберем, что вообще в них происходит и о чем повествует нам сюжет. Мы будем разбирать только номерные серии, так как остальные не развивают сюжет. Также только номерные видео попадают в сезоны. Как правило, в сезоне около четырех серий. Кстати, перед тем, как начать, очень прошу подписаться на мой телеграм-канал. Там выходят новости по каналу. А вы подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Мы не ответим на часто задаваемые вопросы. Ссылка будет в описании. Так. В первом сезоне нас знакомят с кибиди-туалетами. Будем называть их скибидисты. Мы видим, как они появляются в различных местах и не могут... Ой, жесть. Стремная фигня какая-то, блин. Мне вот это вот лицо прям капец пугает. Так двигаются, подожди, видишь, вытаскиваешь из головы. Но только так кажется, что они поют. По всей видимости, это их язык. В третьей серии люди стоят и очень удивлены тем фактом, что скибидисты стали очень огромные и начали передвигаться. По концовке понятно, что они не очень дружественно настроены к людям. Потому что они полетели и пытались тебя сожрать. В первом сезоне можно описать, как знакомство с кибидистами и их нападение на город. Знакомство, блять. Они просто поют и ездят. Кстати, многие уже заметили, что данный город... Джем Биг Сити. Это карта Биг Сити из Гаррис Мода. Я просто в Гаррис Мод играл очень мало, поэтому я вообще не жарю. Какой он злой. Смотрите, глаза прямо сейчас вылезут из орбит. Зачем он так постоянно не головой ему вертит? И так башка в туалете, так они еще и пытаются что-то там размешать. Говно, походу. Второй сезон. Начинается свода армии и масштабного наступления скибидистов. Видно, как их, если так можно выразиться, корабли появились. Корабли. Унитазные корабли, блин. Начали выпускать особей поменьше. Особей. На этом самое интересное в этом сезоне только начинается. Нам показывают их слабость. Их можно просто смыть. Слабость. Ну как бы, не зря же они в туалете находятся. Смыть их можно, значит слабость. Слабость сама исчезнет. В конце эпизода появился очень странный предводитель с лицом Джеймана. Ой, жесть. Похожих до этого не было. Советую запомнить его. Следующий. Давай запомним. На что стоит обратить внимание во втором сезоне. Камерамены. Это новая армия людей с камерами вместо головы. Вот интересно, это были обычные люди, им просто бошку отрезали и поставили камеры или как-то модифицировали, ну типа, точнее, вывели, не знаю, такую, блять, представил, типа, человек в камеру и получилась вот такая вот дичь. И тут у меня рождаются множество теорий. Давай рассказывай. Началось с того, что человеческая армия, очевидно, потерпела поражение. Ну очевидно. Чтобы победить, были созданы люди-камеры. Как вообще камеры могут победить унитазы, немного непонятно. Надо уборщицу было какую-нибудь сделать. Но почему у них вместо головы камеры? Как во мне, потому что скипетисты каким-то образом могут создавать себе подобных из побежденных врагов. В концовках мы всегда видим, как они стремятся именно к голове наблюдающего. И непонятно, что дальше происходит. А, типа, не получится голову съесть, потому что там камера, да? А камеры вместо головы. Это своего рода защита от подобного. И чтобы не плодить их армию. В начале третьего сезона нам показывают золотую статую и фото... Золотую статую и унитазы. ...скипедиста на нём. Я нашёл, кто изображён на данном фото. Ну-ка. И это самый первый скипедист. Ну это я так и подумал, он похож на него был. ...из первой серии. Но почему другие скипедисты уважают его? Потому что он самый первый. Даже построили памятник. Возможно, самому первому представить... Ну это как бы так всегда и происходит. ...их вида. Потом агент, будем называть их так, из-за униформы, закрашивает... Ну да, на агента как раз похоже. Камера-головый агент. ...с помощью граффити с изображением камеры. Видимо, это символ сопротивления против... Это просто символ его головы. Это он фотку свою сделал. ...скипедисту. Кстати, на заднем фоне, в начале серии... Обычные люди ходят, смотрите. ...гуляют люди и ездят машины. Им вообще пофигу, да? То, что у них в городе поставили памятник вот этим скипедистам. По всей видимости, скипедисты победили в войне. И в сопротивлении остались только агенты. Дальше агент заходит в собор, где идет молитва скипедистов. Опять вид... Я молюсь тебе, о великий унитаз. ...фото первого скипедиста слева. Понятно, что их религия основана на нем. В собор забегают агенты и пытаются смыть проповедника. Сам проповедник. Блин, это так смешно звучит. Смыть проповедника. ...поминает одного из них. Это наталкивает на мысль, что скипедисты растут, питаясь людьми. Поэтому есть большие... Нифига себе... А! Унитаз растет, питаясь людьми. Жесть какая-то. ...ши и маленькие особи видны. В конце сезона видна начало... О! Другая камера, смотри-ка. ...битвы между агентами и скипедистами. Замечу, что тройная особь с рожками проповедник был с нимфой. А этот, как будто его противоположный. А, дьявол? Как по мне, это говорит о том, что скипедисты... Почему они сражаются на одной стороне, тогда только непонятно. ...перестали терпеть нападки агентов и начали предпринимать агрессивные действия. А до этого они агрессивные действия не предпринимали, да, я так понимаю? Жрали людей. В следующем сезоне видна уже сама битва... Агентов и скипедистов. Поначалу побеждали агенты, но тут появляется тот же самый... О, жесть. Опять он. ...он явно стал больше. И у него... И у него еще и глаза, как у Супермена. ...появилась возможность стрелять лазерами из глаз. Что и помогло победить агентов. В следующей серии видно, что агенты при помощи новых технологий с легкостью одерживают победу и уже уничтожают корабли скипедистов. Ой, блин, они прямо в него летели. Это стрёмно. Но в последней серии четвертого сезона происходит нечто совсем неожиданное. Начинается все с подготовки к началу... Огромное. Это что, миллиард людей уже сожрали, что ли? ...битвы. Стенка на стенку. Но тут появляется очень странный скипедист, состоящий из черного металла. А нафига он своих завалил? Непонятно. ...с двигателем позади. Он уничтожает... Это какой-то модный туалет просто. ...сожрает не только врагов, но и своих. Также у него белые зрачки. И он очень странно говорит. Пятый сезон... Как странно? Так они все там странно говорят, нет? ...начинается с того, что Сопротивление решило провести разведку. И создав гибрид скипедистов... Блин, как будто они не поймут, что это засланный казачок. ...поправили в их лабораторию шпиона. Какая жесть. Кстати, вычислили они это здание, очевидно, из-за плаката первого скипедиста. Чуваки вообще не скрываются, по-моему. Скипедисты-ученые легко обнаружили шпиона. И тут на разведку нападает новый вид врага, который был создан в лаборатории. Ой, жесть, что это было? Что-то стрёмно. Фига он еще и прыгать умеет. ...присутствуют лапы. Буду называть их скипедисты-пауки. В последней серии... Чё-то лапы, на самом деле, не особо я заметил. ...в пятого сезона у агентов появился план, как уничтожить Джимена и его подручных. Они собрали их вместе, когда Джимен им что-то объяснял. И с помощью орбитальной установки взорвали их. А разве это помогло? По-моему, не особо, нет? Не помню. Ну, как бы, да, по-моему, не особо. А, вот теперь ножки вижу. Хм. Привет. Это не принесло никаких результатов. Скорее всего, именно Джимен смог всех защитить. Да не скорее всего. Нет, подожди, защитить. В смысле защитить? Мне кажется, они просто не... Не... Как это называется? Ну, защищены, типа, вообще, в принципе, от всех атак, кроме смывания. А Джимен этот еще просто уничтожил потом эту штуку. Мечательно. Что-то... Как бы он защитил, блин? Прыгнул, что ли, на них? Так раздавил бы. ...показывают, зачем нужны скипедисты-пауки. Дело в том, что местность города не позволяет быстро добраться до агентов, которые засели на крышу. Только если вырасти. Скипедистам приходилось идти через здание на крышу, а пауки с помощью лав легко могут сбираться... Ну, аллогично, аллогично, в принципе. Шестой сезон полностью посвящен... Потность. ...цветной разработке сопротивления. Они смогли сделать агента-великана, который с легкостью справляется... О, хорош! Ты только разрушаешь свой город, дофига, непонятно. Ой, жесть. Опять писос так болтается. Ах! Страшно. Привет. Даже смог победить тройноски. Ах, чуваки просто-таки отдыхают. А, пусть сам сражается, да? Смыл. Смы... Смывача тоже, да? Да. Давай третьего. Охренеть. А смыть еще надо... Давай, смывай, ты что? Ага, похлопаем. Но в следующей битве с Джименом он потерпел поражение. Так как Джимену помог тот странный скибедист из черного металла. И он как будто еще больше стал, нет? Ой, жесть, врезался прям. Он выжил? Он выжил, но убежал, да? Он тоже был разработкой скибедистов-ученых, так как у всех них, созданных учеными, белые глаза. В следующем сезоне агенты поняли, кто их главная проблема. И стали допрашивать обычного скибедиста, закованного в цепь. Спрашивали они... Так голова у него все равно шевелится, блин. Аджимения. Так. А они еще его понимают? Он же хреново как-то разговаривает. О, пришел. Привет. В следующей битве агенты пошли на отчаянный шаг и попытались его смыть. Но почему-то это не помогло. Возможно, из-за лазеров. Тем самым он может себя обезопасить. А почему он остановился? Он должен смываться, дальше был. Нет, тут лазер вообще не причем. Почему-то он не смылся, это непонятно. Лазер-то как-то ему помогли не смыться. Они ему помогли просто убить этих чувачков и все. В конце сезона агенты-ученые чинят того самого великана, который отражает атаку обычных мелких скибедистов. Так. Ну и у нахер. Какая жесть. Пока. Взорвал. Ты как бы свое здание так можешь разрушить, чувак. Ты че, аккуратнее будь. Вот и подошла очередь последнего сезона, вышедшего на данный момент. В первой серии видно, что агенты не справляются с большим количеством скибедистов, которые имеют различные улучшения. Например, как этот многоголовый. Это гидро. Скибедист. При помощь приходят новые виды агентов. У них вместо головы не камеры, а фотоаппараты. Либо что-то похожее на фотоаппараты. Почему-то мне кажется, что это колонки. Также присутствуют большие агенты с колонками вместо головы. Они, как и скибедисты, говорят музыкой. Как по мне, это один из способов победы над скибедистами. Какой музыкой? Это заглушает команды предводителей скибедистов. В принципе, данные агенты намного лучше справляются в бою и одерживают победы. В конце сезона мы увидим новую разработку агентов. Это великан Колонка. Он умеет стрелять и... Как он стрёмный, блин. Это Слендермен практически. Представляете, как и прошлый великан-агент. Ха. Фига себе он огромный! А это Хитман! Страшная фигня. Так. Теперь я седу, посру на тебя. Сука. Как понятно из сюжета, нам повествуют о противостоянии двух видов. Скибедистов и агентов. Каждый из них придумывает новые технологии, чтобы победить. Мне очень интересно, чем это противостояние закончится. А вообще закончится или нет? Уже 50 эпизодов, блин, вышло. Если вы хотите продолжения, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Также напоминаю, подписаться на мой телеграм-канал. Не, ну на самом деле интересненько было послушать. Правда, я всё равно считаю, что там какого-то такого глобального сюжета нет. Это просто какая-то абстрактная, непонятная херня. Но интересно было послушать Фордова. Спасибо большое ему за контент. Мы с вами обязательно посмотрим все оставшиеся, на данный момент, вышедшие серии. Ждите. Вот. Ну а если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересует ссылочка в описании. С вами-ка всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.